Действие сказки происходит в Тридевятом королевстве, в котором известный герой Емеля все время лежит на печи. Он знакомится с таинственной ленью, которая еще больше окутывает персонажа в безделье. Дарит ему новенький гаджет и рассказывает о том, как ничего не делать. Детей в зале позабавил Емеля, но именно в этот момент ребята должны были обратить внимание на проблематику спектакля и сделать выводы. Не нужно лениться, много играть в гаджеты, еще нужно будет погулять после дел. Удерживать внимание юной публики на протяжении всей постановки актерам удалось за счет вовлечения детей в действие спектакля. А как у тебя, кто там еще не поймал меня? Вот, давай. По словам исполнительницы роли Лени Александры Федоровой, зрители тонко уловили суть постановки. Все благодаря нестандартному подходу труппы, суть которого в том, что каждое новое исполнение спектакля не похоже на предыдущее. Мы не работаем по сценарию, мы очень часто импровизируем. Посмотрим на детей, ориентируемся, потому что возраст детей всегда бывает разный. Бывают, приходят совсем маленькие пятилетние дети, а бывают уже подростки приходят, и каждому надо объяснять на их языке. Количество спектаклей в год театра существенно увеличилось. К тому же для небольших творческих коллективов муниципалитета Центральная библиотека объявила конкурс «Ожившие страницы». Наш коллектив такой творческий, который уже известен в нашей деревне Калиновка. Мы много видели их творческие работы на разных праздниках. И вот я им предложила поучаствовать в этом районном фестивале, показать себя. И, может быть, каким-то образом они станут победителями в какой-нибудь номинации. Творческое объединение из Калиновки существует четыре года. За это время они поставили 16 спектаклей. Многие из них, как и однажды в Тридевятом царстве, обличают различные человеческие пороки. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.